Шалом, православные! Витаю, католики! Солнце у хату, дорогие соотечественники! Гутен морген! Даже уже не знаю кто. Мингородсполком, Минздрав, ГУБОП. Как вы там еще не задыхаетесь? Не болеете? Главные новости вчерашнего дня, конечно же, о ковиде. Я не знаю, как будет дальше. На своем канале «Хватит бояться» в Телеграме я написала, какое ближайшее будущее ждет нас с вами внутри страны. С учетом того, что степень тревожности хунты за свою жопу не относится ни к ковиду, ни к отсутствию средств, потому что на себя любимых у них всегда хватит. Она относится к тому, что белорусы, не дай боже, будут носить маски, и это будет означать, что они против режима. И поэтому четыре стадии маразма. Первая стадия – запретить рекламу масок. Вторая стадия – запретить маски. Третья стадия – за ношение маски сутки. И четвертая – за продажу масок срок. Я бы рекомендовала вам на всякий случай, дорогие мои, купить впрок. Мало ли что стрельнет в голову синепалому. Там же ж пушечное ранение. Здесь важно понимать, что государство не заинтересовано в ваших жизнях и в вашем здоровье. Меньше народа в Беларуси, меньше народа нужно кормить. Поэтому берегите себя сами. Тут депутаты могут принять законопроект о геноциде белорусского народа до конца осенней сессии. Ну что ж, хороший закон. Тем более, что как раз-таки геноцид белорусского народа в самом разгаре. И тот, кто непосредственно им занимается, как раз вот по этому закону в скором времени, я думаю, ответит. За справедливость. Из традиционных уже новостей, которые только как обычно подтверждают то, о чем Мартынова предупреждал. Итак, задержан сын главы Витебской области. Владимир Шерстнев был задержан несколько недель назад. Он работал управляющим государственного торгового дома Витебск. Причина задержания пока неизвестна, но ходят слухи, что внимание карателей привлекла пятизначная зарплата сына чиновника. Неприкосновенных у хунты нет. Хунта будет пожирать и своих, и чужих. Ну что ж, это хорошая новость. Я думаю, что и чиновники, и силовой блок должен очень хорошо задуматься, продолжать ли поддерживать тех, кому не до законов. Из плохих новостей то, что начали задерживать якобы за подписку на экстремистские телеграм-каналы. Почему я говорю якобы? Хотя правозащитный центр «Весна» заявил, что так и есть. По поводу задержания Олега Бондарева и других фигурантов, с которыми уже выкладываются покаянные видео. Друзья мои, вы поймите, что начиная с августа 2020 года многие люди уже на карандаше. Но сейчас задержания будут происходить якобы за подписку на экстремистские телеграм-каналы. Сегодня очень важно понимать, что все, что делает фашистский режим, рассчитано на запугивание. При таких раскладах они скоро будут хватать за руку вора и заставлять его писать покаянные видео, что он, дескать, был подписан на экстремистский телеграм-канал. Ну а что? Как говорится, звезды на погоны сами себя не заработают. Установите партизанский телеграм. При определенном пароле у вас абсолютно чистый телефон. Это еще раз напоминание о том, что, во-первых, не слушайте, что вам говорят, а во-вторых, даже если слушаете, то забойтесь о своей безопасности сами. Кстати, о личных персональных данных. Мы же с вами понимаем, да? Когда хунта что-то вещает, то нужно понимать это с точностью до наоборот. Итак, что там таракан в очередной раз нашуршал на своих совещаниях? Ему нужен закон о защите персональных данных. Перевожу с эльфийского. Будет создан специальный центр якобы по защите персональных данных. Но на самом деле этот центр будет эти данные собирать, и он же будет контролировать. Поэтому не ведитесь на эту ересь. Очень вас прошу. Сегодня хочу сказать спасибо кибербезопасности и телеграм-каналам, которые опубликовывают простые правила вашей безопасности в сети. Это касается пользования телегой. Несколько простых шагов в зависимости от того, для чего вы пользуетесь. И, естественно, это разные степени защиты. Ссылка в описании к этому видео. Пожалуйста. И о своей безопасности в сети тоже вам надо заботиться. Не забывайте об этом. И не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и нажимать на колокольчик. YouTube личные данные не выдает. Алексей Венедиктов разместил в своих собственных сетях, что в ближайшее время, возможно, интервью со Светланой Тихановской и попросил подкинуть ему вопросов. Правда, Венедиктов до сих пор не знает, как правильно пишется фамилия Светланы Тихановской. Но я думаю, мы простим русским их безграмотность. Как всегда, пару слов об Украине. Почему так бомбит Скобеева в очередной раз всех рашкованских пропагандонов? Путин типа рисует Западу какие-то красные линии. А тем временем в Украину прибывает пакет военной помощи на 60 миллионов долларов, включая несколько ПТРК Джейлин. Не говоря уже о том, что за пять лет США выделило Украине свыше полутора миллиардов. Причем это не кредиты, а безвозмездная помощь. Последний транш был совсем недавно в 600 миллионов. Кредитов тут, правда, еще на три ярда. Но я думаю, что Украина справится. Польша направит еще 2500 солдат в помощь пограничникам, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Теперь границу будут охранять 10 тысяч военнослужащих из трех дивизий. Напомним, что совсем недавно пострадало два польских пограничника, в то время как мигранты пытались прорваться на территорию Польши. Конечно, встает логичный вопрос. Ну, может быть, пора уже как-то посерьезнее отбиваться от гибридной атаки двух припыленных дедов. Хотя бы газом, что ли. Вообще, знаете, когда такие провокации совершаются ежедневно, нервы у кого-то в какой-то момент все-таки сдадут. Рубрика «Образование» осталась на три дня. Бременский университет прекращает сотрудничество с БНТУ и БГУ из-за репрессий в отношении студентов и преподавателей. Ничего нового. И в то же время они заявляют, я имею в виду Бременский университет и его руководство, что будут поддерживать, помогать пострадавшим от репрессий студентам и сотрудничать с независимыми объединениями. И это очень хорошая новость. И напоследок в сегодняшних новостях вопросов было очень много. Вы знаете, я не люблю и стараюсь не обсуждать чьи-то действия или поступки в протесте. Я сегодня это сделаю, потому что я считаю это важно понимать всем. Всем нам, у которых аудитория шире, чем друзья и семья. Ответственность за каждое сказанное слово. Ответственность за последствия того, что вы заявляете. Знаете, путь из клоуна в национальные лидеры, он долог, дорог и тернист. Можете спросить у Зеленского. А вот обратный процесс, он может происходить на щелчок. Вам просто стоит что-то объявить, заявить неподумавши, и вы уже клоун. Вы понимаете, о чем я говорю сейчас. Я надеюсь. И самое страшное для меня в этой истории – это когда человек что-то заявляет, а дальше убегает с поля боя, даже когда приглашаешь его на стрим, и как бы пояснить, что вообще происходит. Самое страшное для меня, и тем более для людей, которые внутри страны, это наблюдать расколы, разлады и срачи между разными протестными движениями. Самое отвратительное в этом – то, что мы просто делаем подарки. Пропаганде. И кремлевской, в том числе. Я таких подарков делать не буду. Мы победим, граждане. Живе, Беларусь!